библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгиевич табыкин мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами читаем книгу иудивь 11 глава предыдущих главах рассказывается о том как царь мухадоносор послал человека по имени алаферн отомстить евреям и алаферн осаждает город витилую и жители этого города уже готовы сдаться и женщина по имени иудивь вдова обещает спасти город если они немножко продержатся и вот она переодевается делает самые красивые одежды делать макияж и приходит стан к алаферну и вот они встречаются с алаферном и алаферн к ней обращается читаем по отрывкам чтобы разобраться что здесь написано я буду делать конечно комментарии но конечно не буду разбирать каждое это слово или каждое предложение его достаточно ясен и описание тоже достаточно и ясное иногда текст нужно комментировать действительно с каждое слово а иногда можно просто разобрать какое-то там одно предложение или просто просто прочитать и все становится ясно хорошо алаферн сказала ободрить жена не бойся сердцем твоим потому что ты я не сделаю зла никому кто добровольно решил служить на выхода носу царю всей земли и теперь если бы народ твой живущий в нагорной стране не приембег мною и не по я бы не поднял на них копьем копья моего но они сами это сделали для себя скажи же мне почему ты бежала от них и пришла к нам ты найдешь себе здесь спасение не бойся ты будешь жива в эту ночь и после потому что тебя никто не обидит напротив всякие будет благодетельствовать тебе как бывает с рабами господина моего царя новых доносов ну давайте здесь разбираться обращение жена это обращение встречается священным писанием в том числе и в новом завете господь наш иисус христос так обращается к своей матери и ну скажем так для нашего слуха нашей культуры такое обращение женщина ну жена женщина да она звучит несколько грубовато но у нас есть например такое обращение как девушка там или молодой человек если обращаться к мужчине сударь сударыня то в той культуре вот это обращение женщина мону было тоже нормально то есть здесь нет никакого принижения или там грубости поэтому то что она обращается к ней жена то есть не бойся ну это нормально ну он бы мог быть не обратиться сударыня если переводили не буквально по смыслу или там девушка на то есть хорошо значит хочу обратить ваше внимание что втором стихе алаферн как бы оправдывается что он на самом деле он не враг евреев и он не испытывает к ним никакого там отвращения он не антисемит ему приказали он идет воевать потому что евреи сами в это виноваты но давайте читать о том что же отвечает иудив на вопрос аферна почему она здесь на вот эти слова о том чтобы она не боялась с ней ничего не произойдет иудив сказал ему выслушай слова рабы твои пусть раба говорит пред лицом твоим я не скажу жжи господину моему в эту ночь если ты послушай слова слова рабы твои то бог через тебя свершить дело господин ему не ошибется в своих предприятиях доживет на ухотоносцы царь всей земли доживет державу пославший от тебя для исправления всякой души потому что не только люди через тебя будут служить ему но и звери пылевые и скоты птицы небесные через твою силу будет жить под властью одного хода носа и всего дома его значит ну здесь иудив несколько раз себя называет рабою в данном случае это можно даже сказать что это дань такой вежливости подданные так обращались к царю говорили мы рабы твои вот что подчеркивалась словом рабы это послушный вот поэтому не то что она к нему несколько раз обращается я раба твоя раба твоя она подчеркивает что она ему послушно но и понятно что ауаферну это просто елей на сердце слышать такое от такой красивой женщины а книга иудив несколько раз подчеркивает что иудив очень красивая вот она истит ему то есть она идет на хитрость мы уже с вами говорили о том что для многих книга иудив является такой шокирующий тем что здесь подчеркивается вот эта хитрость на которой идет иудив чтобы защитить свой народ и господь с помощью этой хитрости действительно спасает но евреев от истребления и вот здесь мы видим и тут хитрость она восхваляет на выхода носора а дальше она будет восхвалять аферна ибо мы слышали о твоей мудрости хитростью матвы и всей землей известно что ты один добр во всем царстве силен знаний и дивен воинских подвигах ну понятно что это просто откровеннейшая лезть которая конечно приятно а что говорил ахиор в собрании то мы слышали слова потому что мы же ветилой оставили его в живых и он рассказал им все о чем говорили тебе ну давайте вспомним кто такой ахиор ахиор это язычник который знает кто такие евреи знает в чем заключается их вера и их нравственность и вот ахиор ахиор предупреждает алаферна алаферна собирает там советников и спрашивает а кто такие евреи и ахиор ему рассказывает что вот евреи это те то те то те то и их бог защищает евреев если евреи верны богу и ахиор говорит что сейчас евреи верны богу и поэтому воевать с ними нельзя кончится все это очень печально бог поможет им и все это закончится гибелью врагов алаферн приходит в ярость приходит ярость его советники что они делают они связывают ахиора и подтаскивают его к стенам к воротам витилуи потом они уходят жители витилуи выходят находят ахиора ахиора забирают и не убивают его он им рассказывает что он что там было и они остаются и видимо этот рассказ слышала или знает о нем иудив им она на него ссылается посему владыка господин не оставляя без внимания слова его но сложи его в сердце тэм потому что оно истинно рот наш не наказывается мечом не наказывается меч иметь сила над нами если они грешат перед богом своим ну здесь она подтверждает те же самые слова которые когда-то сказал хиор но это действительно так евреи евреи всегда спасались если они обращались к истинному богу о чем говорит священное писание неоднократно и так чтобы господин мой не был отражен и безуспешен и чтобы постигла и чтобы постигла их смерть овладел ими грех который они прогневляют бога свое делай то чего не делай то чего не следует потому что у них оказался недостаток в пище и вся вода истощилась и вот они решились броситься на скотцию и думают питаться всем что бог строго запретил в законе сам употреблять в пище даже начатки пшеницы и десятины вина и масла которые по освящению хранятся для священников предстоящие перед лицом бога нашего иерусалиме решили употреблять употребить тогда как руками касаться их не следует никому из народа хорошо давайте здесь разбираться значит вот бросить на скотцию и думают питаться им значит смотрите часть скота который был у евреев есть было можно это овцы козы ну всякие волны коровы этим можно было питаться однако священное писание разрешает пользоваться но запрещает питаться некоторыми некоторыми домашними животными например нельзя было есть ослов нельзя было есть верблюдов хотя ими можно было пользоваться поэтому здесь она говорит о том что они уже готовы начать есть нечистых животных ну и понятно что собаки и кошки тоже были нечистыми животными хотя мы не знаем были ли у евреев кошки надо конечно обращаться к археологии были ли у них кошки в священном писании в канонической части кошка не упоминается но собаки у них были то есть они готовы были питаться даже уже видимо и и собаками вот кроме этого они собирались начать есть теми сборами которые собирались для храма и для священников значит чтобы было понятно о чем идет речь значит человек посадил виноградник или посадил там маслину или посадил не знаю яблоню и вот она растет наступает проходит несколько лет даже если там в первый во второй год появятся какие-то плоды их вообще не трогают затем эти на на следующий год через несколько лет собирают эти плоды отдают священнику человек с хозяин этого дерева не трогает они отдают и только через год человек начинал питаться от этого дерева это раз второе значит начинается уборка урожая пшеницы или там же значит срезают какое-то количество и это отдают и отдает храм ну конкретно конечно священник потому что понятно что если собирают там оливки или не за финики начинают собирать финики то понятно что их не используют за богослужением они отдаются священнику вот это вот начатки ну и и так далее какие-то животные отдаются масло это зерно мука и это посвящается господу и оно принадлежит теперь только священникам священники имеют право питаться от этого члены их семьи там рабы но не могут питаться другие и вот иудеи дошли до такого состояния голода что они готовы уже начать и это есть и как бы иудеев говорит что вот они доходят до такого состояния они начнут этим питаться тем самым они начнут грешить и бог от них отвернется но здесь можно сказать что определенные есть определенная хитрость почему потому что но иудейское предание священное писание ничего не говорит о такой ситуации можно нельзя но иудейское предание говорит что если выбирать умереть от голода или съесть что-то нечистое то лучше съесть нечистое сохранить жизнь до потом пройти какое-то покаяние раскаяться в этом но не но нужно сохранять сохранить жизнь потому что это важнее поэтому то что иудеев говорит что они готовы пойти на такое сквернение ну можно считать что это определенная хитрость хотя хотя это бесспорно бесспорно запрещено они послали в русалим так как и тамошние жители делали это принести к ним разрешение на то от собрания старейшин и как скоро им дано будет известие и они сделают это тот же день будут преданте и на погубление вот почему я работаю узнав обо всем этом бежала от них и бог послал меня сделать вместе с тобой такие дела которые изумятся вся земля где только услышит о них ибо работая благочестивый день и ночь слушать богу небесному теперь господин он и останусь у тебя только пусть работая по ночам выход пусть работая по ночам выходит на долину молиться богу и он откроет не когда он сделать свое свое они сделать свое преступление значит ну вот здесь иудеев на самом деле не лжет она не хитрит но только она как бы говорит ей понятно а алаферн и окружающие его слышат другое это как знаете тост за победу за нашу победу вот и здесь то же самое она говорит о том что я пришла к тебе чтобы бог через меня и тебя совершил великие дела произойдет это да действительно произойдет но алаферн думает одно а иудеев имеет виду совершенно другое значит дальше она говорит о том чтобы ее ночью отпускали молиться это действительно будет нужно и она добьется этого но об этом чуть чуть позже я приду и объявлю тебе и и ты выходи тогда совсем с твоим войском никто из них не протестать не протестанет тебе я поведу тебя через иудеи доколе не дойдем до русалима поставлюсь и среди выседалище то и ты прогонишь их как овец не имеющий пастука и пес не пошевелить против тебя языком сэм это сказано мне по откровению и объявляю мне я послал возвести тебе но здесь она действительно уже просто лжет она идет на хитрость пес не пошевелить против тебя языком твоим скорее всего я тебя настолько тайно проведу настолько аккуратно что никто даже не не одна собака не гавкнет ну давайте дочитаем 11 главу понравилось алоферн и всем слугам его они делились мудростью говоря от края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам лаферн сказала хорошо бог сделал что впереди вперед этого народа послал тебя чтобы в руках наша была сила а среди презревший господина моего гибель прекрасно ты лицом и добрый речи твоя если ты сделаешь как сказано то твой бог будет моим богом и ты будешь жить в доме царя новоходоносора будешь и именита по всей земле ну значит здесь понятно единственно пожалуй сложность вот эта фраза твой бог будет моим богом вот эта фраза твой бог будет моим богом она вообще встречается в священном писании например в книге ручь когда ручь принимает истинного бога но что имеет виду лаферн то что он станет почитателем истинного бога тогда немножко знаете как бы странная история произойдет значит он собирается завоевать ведь целую но ведь целую это просто город а потом захватить иерусалим разрушить или осквернить храм установить культ новоходоносора и но будет почитателем истинного бога скорее всего следующее лаферн язычник язычники верили в существование множество богов и в данном случае возможно просто говорит ну я еще буду почитать еще одного бога твоего бога но то есть он не станет истинно верующим не принято обрезание будет вот приносить жертву или там как-то почитать еще и бога евреев вот скорее всего это он и говорит вот на этом заканчивается 11 глава что будет дальше мы с вами прочитаем следующий раз а сейчас спасибо за внимание меня зовут дмитрий добыкин мы с вами на близком портале экзегет всего доброго до встречи